всем привет ларис а сделай мне пожалуйста кофе эспрессо но вот такой бокал большой сейчас я покажу как да вот в этом всем привет всем привет есть тема для обсуждения есть темы для обсуждения всем добрый день всем привет всем привет есть ищущие для женщин сейчас выскажу свое мнение сейчас подождем пока может быть еще там желающие присоединяться тема животрепещущие для женщин это как стать блондинкой и про краску которой я вернее краской который не мастер делает окрашивание волос что это за краска и что и как короче сижу сейчас на работе и разбираю директ не успеваю даже вот выставить пост в ленту да и думаю что за пост какую фотку блин выставить короче одеваю очки сейчас так добрый день вы будете наращивать волосы свадьбе на фиг его знает не знаю даже все зависает что все зависает не знаю что вам сказать даже буду я делать это или не буду ничего пока сказать насчет этого не могу мне сегодня тут в директ пришел вопрос даже не вопрос а пришел скрин что одна странице у одной девушки идет обсуждение обсуждение чего обсуждение я не знаю я так поняла что обсуждается краски и как делать окрашивание для того чтобы волосы не повредить то есть девушка выставил пост она тоже блондинка и моя подписчица одна пишет что вот я не понимаю типа калачеву юлю она типа портит волосы потому что я знаю что она красит волосы и мешают то ей эту краску с 12 процентным окислителем я вот берегу свои волосы и это очень вредно мешать 12 процентный окислитель он так волосы портит надо вот я перешла на шестерку и просто вообще этим очень довольна то есть вот так такой скрин прислали я сижу меня аж вот так все за три слова думаю ёшкин кот ну прям вот нужно обязательно калачева но с другой стороны конечно хорошо что на других страницах а мои подписчики упоминает юля калачева красит вот с другой стороны меня раздражает когда то есть упоминают меня и о так сказать мою персону обсуждают вот и тут я уже как говорится то есть могу или написать тогда комментарий что как это не так на самом деле или я вот я ответила в директ смотрите скажу свое мнение по поводу окрашивание очень часто в директ присылают вопросы девушки женщины вопрос по поводу какой же краской я крашу волосы что они у меня получаются вот такого вот шикарного белого цвета краской я крашусь в элла калистон перфект 12 дробь 0 уже лет 20 как 20 лет я крашу волосы делаю окрашивание этой краской вот смотрите как у меня выглядят мои волосы никогда у меня не было густых волос никогда вот даже в первом классе мне мама сделала стрижку короткую из-за того что она горит ты чё будешь с крысиными хвостиками что ли ходить дочку давай пострижемся сделаем модную стрижку тогда по моему сессом было было название модной стрижки и я как сейчас помню что меня полик повели к перикмахеру и сделали под сессом меня постригли то есть у меня все время были я не скажу что редкие но у меня достаточно тонкие волосы очень послушные очень послушные вот я просто сегодня их посушила сама дома феном после мытья очень послушная и в принципе ну я не сказал что они редкие но они не густые наверное стандартные волосы может для большинства женщин которым ближе к 50 вот по поводу окрашивания краску 12 дробь 0 по инструкции которые написано там нужно смешивать с окислителем то есть с оксидантом 12 процентным 12 процент то есть в инструкции черным по белому написано что именно 12 ряд это супер блонды 12 ряд краски пишет вэлла производитель красок один из лучших производителей красок я считаю для окрашивания волос пишет черным по белому в инструкции что краску это нужно смешивать 12 ряд только с 12 процентным окислителем если вы колхоз если вы вообще то есть не рубите ничего вы не мастер вы не работаете на вэлле и вы не проходили обучение в на вэлле вы какого тогда фига красить и мешаете эту краску с 6 процентным окислителем я честно сама попалась на эту удочку я поехала на консультацию в москву слава богу что я все-таки просто проконсультировалась и не стала делать окрашивание волос как я хотела вот я в том году ходила сомбре то есть я хотела сделать темный здесь окрашивание темный оставить вот такой вот белоснежный мой и мне мастер москве в принципе неплохая мастер делает отличное окрашивание окрашивание стоит порядка 25 тысяч рублей я отдаю тысячу просто для сравнения вот она сказала что у тебя не интересный цвет и да тебе однозначно нужно сделать типа темные корни и спросил на какой краски я крашусь я сказал на вэлле она говорит ой вообще 12 процентный окислитель зачем вы берете берите шестерку или девятку тебе будет достаточно я приехал в саратов своему мастеру вот это устроил разнос гор ты мне зачем портишь волосы ты мне зачем на 12 процентном окислителе красишь она говорит ты понимаешь что если эту краску смешивать с окислителем меньшего процента ты будешь наносить больший вред волос потому что там я не химик да сейчас я точно не объясню короче происходит а вот именно краска начинает работать если ее смешать 6 процентным окислителем то есть дольше в освобождении каких-то молекул происходит дольше и не на том уровне на который нужно то есть казалось бы вроде бы окислитель 6 процентной вроде бы более щадящий но на самом деле она приносит волосам больший вред раз второй то есть мы с ней это попробовали сделать вообще у меня ничего не взялось то есть мы покрасили на 6 по ногах хорошо вообще нет вопросов давай я тебе сделаю как ты считай если ты специалист если ты считаешь нужен давай то есть не будем слушать инструкцию читать и то есть не будешь ты на мой опыт полагаться ты просто сейчас мы тебе сделаем короче мы покрасили вообще ничего не взялось то есть потом она мне вот объяснила но я сейчас вам конечно так не объясню да что вред волосам будет нанесен больше если вы будете красить на другом кислите поэтому так сказать каждый суслик агроном вот и вот мое мнение такое что все-таки если написано производителем то делайте так как написано производителем и не надо выдумывать велосипед его же давным-давно придумали так ладно погнали по вопросам вы как считаете я вот считаю что как сын сделал предложение ой я не знаю как он делал если честно нет я наверное не буду наращивать потому что смотрите почему я такой сделал вывод что мне не нужно вообще никакое наращивание волос но во первых у меня есть крутая очень подписчица это тони россо она работает на показах в париже вот только недавно приехала она у меня была кстати на встрече с подписчиками в москве она москвичка правда сама из новосибирска живет уже давно и работает в москве и она работает на модных показах причем прет-а-порте вот недавно приехал с франции была там месяц то стилист по волосам я с ней просто поговорила как что чтобы она мне единственно посоветовал горта я бы тебе бы все-таки отрезала может быть каре но это уже ты сама смотри цвет волос прекрасный для тебя это самый лучший вариант то есть интересно он или неинтересно но по крайней мере для тебя это практично это ярко смотрится то есть этим цветом волос ты это ты и она сказала то что вот эти все наши наш менталитет на западе это просто выглядит смешно и школа наша вообще которые ну вот парикмахеры до который работает на нашей школе до делают вот эти кудри вот эти какие-то там вот эти ровные волосы это вообще просто уже на западе 300 лет уже как не актуально просто то есть вот естественность естественность но конечно чистый волос естественность может быть вот какой-то там окрашивание волос который идет вам и который удобно и комфортно вам делать да то есть вот это ценится и вот я на себя посмотрел честно говоря на видео то есть я наращивала волосы лет 20 как о чем сейчас вот жалею потому что если бы я их не наращивала я так думаю что у меня была бы такая вот длина и были бы отличные волосы не испорченные хотя в принципе я не сказал что наращивание там сильно портит волосы но сейчас у меня волосы стали лучше то есть я на себя посмотрела с наручными волосами со стороны и я ужаснулась то есть я думал что я красотка с наручными волосами то есть я ужаснул с чему то есть висят вот эти патлы то есть вот они вот висят эти патлы потом за ними ежедневно нужен уход в плане того что в плане делать укладку и соответственно все равно волос нарощенной он в течение допустим носки вот допустим утром я помыла голову протянула феном вроде бы все прекрасно сходила на спорт попала под снег вот сейчас идет снег но дело какие-то дела и знаете какая была картина то есть мой волос вот мой волос вот сейчас у меня мой то есть он как-то вот в эту сторону смотрят а нарощенной он просто лежит вот так вот полотном хотя вроде мы его и стригли все но все равно есть такая структура волосы все равно отличалась и соответственно то есть если посмотреть страны то все равно видно что висит вот этот вот пакля и сверху мой волос загибающийся в другую сторону я люблю чтобы все было идеально конечно у кого-то это абсолютно незаметно но это опять же у кого если свой длинный волос и может быть там если нарастить небольшую длину то тогда и кто-то для объема делать может быть это будет незаметно у меня было все заметно вот и когда стал вести инстаграм я стала на себя чаще конечно смотреть со стороны и вот это вот увидел это уродство и решила что наращивание убой тем более мне мой мастер опять же по волосам ольга крылова и вот она работает в салоне престиж и соответственно наградью давай говорит тормознем до весны я тебе даю гарантию что ты отрастишь свою длину вот настолько до весны я сейчас вижу что в принципе у меня волос отрос нормально он отрос причем я вообще практически сейчас не успеваю делать никакие уходы у меня только шампунь дома маска и я ее делаю через раз но когда есть время я забегаю в салон и делаю какой-нибудь там ну какой-то такой самый простой и самый недорогой уход все мне удобно с моими волосами потому что я могу сделать и шишку я могу забрать волосы вот как я хочу допустим и вверх да то есть могу гладкую сделать прическу сейчас я в салон отнесла у меня есть вот эти все нарощенные патлы или лежат дома целый пакет да вернее пряди для нарасти которого не делали наращивание то есть мы сейчас там сделаем постежорные изделия и в принципе я могу делать уже вот мне очень понравилась у хана прическа вот на главке пучок здесь вот так вот ей как-то вот так вот прядь вот сделали ну выпустили соответственно то есть когда у вас ненарочный волос то по идее у вас очень много разных решений для стилизации прически но и вот и мне нравится как я вот выгляжу и тем более вы мои дорогие подписчики когда я вас спрашивала о том делать ли мы не наращивание или нет 9 е-мое мне тут что-то труба какая-то я хочу отключить эти смотрите слушайте а круто я хочу отключить блин эти фильтр дебильная и чё-то нифига у меня не получается отключение мне кажется у меня из-за фильтров зависает вот сделаем тогда вот без фильтров все делаю без фильтра немного я вас повеселил до красивый вот этот ход кутюр до маска была с таким с ресницами так ну вот значит и что да всем привет добрый день давно хотел спросить а куда делать ваши помощницы как зовут все время ходил алина да да она уехала в москву она уехала в москву у нее молодой человек москвич вот и она короче уехал у меня в москву и теперь вот кстати она сейчас приехал на сессию до в саратове но я блин что-то мне с ней даже вообще что-то мне тут не нравится мне с ней некогда вообще связаться вот и соответственно сейчас я выйду в зал надо сейчас позвонить это алиночка короче она теперь у нас заделалась москвичкой и соответственно вот живет в москве вот о все сюда сюда лучше я тут администратор своего дай подай скажешь запаривает калачева вот так что вот так я извиняюсь то просто зависал эфир вот так спасибо так стандарт верно стандартная так есть ликтура так 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 обожаю спасибо случае другой нет меня вот даже на улице останавливают и спрашивают какой краской я крашусь просто цвет волос нравится вообще всем и самое главное что он нравится мне вот так спасибо большое нет свадьба у нас будет блин вот сегодня только сейчас ко мне приезжала девушка до организатор свадеб сейчас не общались предлагает свои услуги плане того что свадьба будет человек 70 человек на 70 вот уже будем сейчас активно обзванивать и родственников друзей и вручать пригласительное на свадьбу так скажите название где были крутые шампура ой блин привал о магазин называется привал и находится он напротив клиники савана улице путякова вот то есть ближе туда к вокзалу а если вы едете из центра к вокзалу то магазин будет с левой стороны а с правой стороны будет клиник сова вот так здравствуйте у вас была желтизна у меня не было желтизны у меня знаете было желтизна наверное тогда когда я раньше когда была очень очень молодая и не могла себе позволить краску и даже в принципе по моему их наверное не было вообще у нас на рынке то есть не делали окрашивание просто обесцвечивали блондараном то есть самым дешевым порошком фиолетового цвета обесцвечили блондараном у меня во первых не было еще седины и соответственно получался да получался желтый цвет было такое была желтизна раньше но как-то в принципе я тоже не загонялась потому что знаете желтизна такого красивого цвета ржи нержи или там пшеницы короче пшеничный был такой цвет волос то есть не белый чуть-чуть с желтоватым оттенком но в принципе это меня вообще абсолютно не портило вот а потом наверное лет с 24 с 25 я начала краситься уже краской вот это вот велоколистон не помню даже кто мне ее посоветовал но огромное спасибо и соответственно я тоже на протяжении 20 лет окрашусь вот этой краской велоколистон и делаем окрашивание только корней то есть отрастают корни и раз где-то в полтора месяца я прихожу к мастеру она мне вот окрашивание корней делает и все больше ничем не не тонируют ничем мне не никакими шампунем я не пользуюсь но из-за того что во-первых эта краска вот с таким тоном уже не блондаран из-за того что у меня очень большой процент уже седых волос вот именно вот в этой части головы до волосистой части на макушке здесь у меня более темные волосы и из-за того что седина меньше тут уже может быть другой там цвет а здесь получается белый из того что много седых волос то есть не факт что вы возьмете эту краску этого производителя вот 12 дробь 0 и покрасить если у вас будет белый не факт абсолютно так на мой вопрос выше еще раз повторите я не прочитала так здрасте здрасте набор на марафон набор на марафон у меня будет до 9 марта можете уже сейчас то есть написать мне заявку в директ или ватсап я вам скину описание марафона и следующий у меня будет 9 марта только так почему просто я не хочу никого пиарить в моем аккаунте потому что меня в том тоже не пиарит вот и все действительно вам надо отстань так давайте я наверное сейчас вот эти вопросы вас попрошу то есть мнение задавать в плане того что ну вообще бесполезно то есть я на них вообще просто не буду отвечать я думаю не буду отвечать и соответственно задавать мне их туда и не будет вот поедем мы в мае скорее всего это 90 процентов поедем в риксус премиум билет вот там я буду отдыхать на майские праздники риксус премиум билет не берет мне очень нравится этот отель и скорее всего мы будем там проходить здрасте а чтоб хотят по поводу кого-то ролики сейчас сейчас тогда прям присядьте пожалуйста 5 сек сейчас прямо 5 минут вот так что вот такие вот дела ресницы нет не наращиваю меня сами свои ресницы отличном в отличном состоянии достаточно длинная поэтому нет ресницы я не наращиваю в принципе мне нравится я раньше вот наверное пару раз я наращивала у одной девушки делать шикарно делает очень естественно так как я все время все равно я ярко крашусь то есть я крашусь вот таким вот образом каждый день то есть это мой макияж так сказать дневной вот поэтому вот эти нарученные ресницы на мне не видно вот поэтому нет наверное я не наращиваю и соответственно когда эти ресницы снимают свои ресницы выглядят вообще там просто их нет поэтому я не собираюсь рисковать своими хорошими ресницами и это я это я делать не буду нет я ни в каких марафонах не участвовала дарик с крутой так если бы у вас были куплены путевки в таиланд поехали бы поехала бы да конечно поехал нет я ничего вообще абсолютно не боюсь и думаю что все нормализуется у нас постоянно каким-то коллапсы вообще в мире происходят то наводнение то вирусы то вообще ну постоянно да поэтому если вот так вот думать что с тобой это все случится конечно нужно быть осторожными но я как-то нет мне пофигу вообще честно скажу хотя может это неправильно называется который вы советовали марафоне я в марафоне задайте мне вопрос я вам отвечу так 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 размер ноги тридцать восьмой так слушайте ко мне блин вот эфир конечно сам разгар но ко мне здесь пришли по делу вот так наверно подкатывает мужчина на улице как же вы без мужа отбиваетесь секрет фирма так идете на рафон оттуда узнаете какие печеньки где покупали коллаген коллаген я вчера купила у косметолога который является дистрибьютором этого коллагена коллаген называется живой коллаген вот начала пить попробую но кстати вот мне сейчас двое написали в директ посмотрите передачу малышевой что это все чушь собачья тип того это обычный желатин на самом деле ничего подобного расскажу потом во первых эффект взяла попробовать поэтому в принципе я никого не пиарю абсолютно то степени реклама она мне рассказала как он будет работать и как он работает и соответственно просто я решила это попробовать почему бы нет то есть хуже однозначно не будет в майонезном соусе где можно его можно на марафоне на марафоне у меня все знают что нам можно а что нельзя вообще майонезный соус он совершенно другой и по составу нежели майонез поэтому в принципе а если вы прям вот прям вот за здоровое 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 питание то майонезный соус намного вреднее чем обычный майонез вот так пептиды нет не пью я коллаген не в капсулах а в жилье в жилье ровном виде в банке желатин это и есть коллаген может быть ничего не говорю кстати за мной еще и в аккаунте выставлю рецепт вчера купил творог обезжиренный и сейчас наверное вот поеду домой и попробую все-таки для вас еще снять видео с рецептом вот именно с желатином я делаю желе из творога такой вкусно с ягодами вот желатин это и есть коллаген я ей задам этот вопрос и может быть даже мы с ней я наверно слушайте я косметолог шикарный 20 лет она работает косметологом алла шарая кстати мне про нее писали подписчики что она делает какой-то сумасшедший массаж называется глаза клеопатры я честно говоря не пробовала вот но короче в сам факт что я с ней наверное выйду в прямой эфир чтобы ответить на ваши вопросы по поводу коллагена правда на таким знаете за умным языком все это объясняет я честно говоря меня напрягают когда вот начинают то есть врачи объяснять какие-то росты фразы которые мой мозг очень тяжело воспринимает то есть вот эти названия какие-то научные там ну поэтому ну не знаю не обещаю может быть и выйду 5 процентной можно употреблять на десерты так но и вы у меня все знаете хоть 10 процентной можно употреблять на десерта ради бога то есть кто мне участвует марафоне они знают что у нас десерт абсолютно хоть шоколад можно есть хоть сало нам можно есть но там нужно знать именно пропорции это я все рассказываю марафоне стройности так всем пока так забыла напишите мне я вам отвечу в директ все всем пока большое спасибо за эфир за эфир да 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 большое спасибо за эфир буду выходить конечно же чаще и к с меня как и обещала видео приготовления панакоты творожной все всем пока